Возле речи порта сажают бегонию. Две полосы цветов, красное и белое. Более 10 тысяч цветов, 150 штук на один квадратный метр. Работа закончат через три дня. Чтобы бегонии подросли и расцвели, нужен уход специалиста. Шлангом потихонечку, такие шланги, потихонечку поливают. У нас спец есть поливальщик. Спец по поливанию? По поливанию он спец. Пять лет учился? Ну не учился, но работал пять лет. Если работать у нас в управлении спецрямострой зеленхозе, то самое главное, чтобы с душой и любить эту работу. Есть кадр, который сейчас вот здесь сажает эту бегонию. Они очень-очень любят эту посадку. С душой относятся. Тут же украшают цветами вертикальные конструкции. Выставлено уже на сегодняшний день 49 конструкций. Это, можно сказать, по центральным районам города. Это в Ленинском, Октябрьском районе, в Самарском, в том числе и в Кировском и промышленном районе. Ну в чем сложность? Что здесь не обходится без применения подъемного механизма. Подвесным композициям тоже необходим тщательный уход. В ночное время водителю дается маршрут и в ночное время поливается с 10 часов вечера до 7 утра. Потому как в такой день мало того, что высокая температура, плюс ко всему еще, вы знаете, у нас Волжский проспект, масса людей посещает, все забито машинами и никуда не подъедешь. Надпись и изображение герба Самары из мраморной крошки. Ее закупают в дождливом Санкт-Петербурге. Мы один раз закупили, у нас пока есть резервы, подсыпаем. То есть ежегодно мы делаем реставрацию, обновляем бордюрную ленту, обновляем сам логотип. То есть если где-то у нас опалубка повреждена, значит мы меняем. А вот так же щебенку обновляем и белим в обязательном порядке. Это сейчас здесь так хорошо, чисто, в траве с удобствами расположился самарский герб. А ведь чтобы навести порядок на набережной, сотрудникам городских служб приходится выходить на работу в 6-7 утра. Разукрасить парки и скверы цветами не самая сложная задача, с которой приходится справляться специалистам зеленхоза. Даже некоторые вот на машинах приезжают, вот на шикарных, на джипах все, и прямо из кабинки выкидывают эти пакеты. Ну надо как-то уважение иметь. После праздника, вот выходной день, который на площади Куйбышев был, на сквере Пушкина мы собрали мусор ровно на половину КАМАЗа. Скамейки перевернуты, все урны переполнены, все откосы в хламе, в бутылках, в банках, в бумагах. Пол КАМАЗа, пятачок маленький. Вот любители рок-н-ролла там? Я не знаю, любители чего, но любители того, что посорить, на мусорить, вот это любители, да. Кроме того, высаженные цветы приходится практически сторожить. Цветы у нас, вы знаете, дергают, воруют. Вот сейчас вот на часовне я была, мы прекрасно там посадили канны, сальвию, сейчас гвоздику прекрасную посадили. Каждый день 2-3 цветка, 2-3 цветка. Даже вот такого святого места, как часовня, да, я бы вот на месте этих людей, которые воруют, да, вообще бы не прикоснулась и вообще бы стыдно было. Но мы же украшаем, мы не для себя, мы стараемся, все-таки, чтобы город у нас был красивый, зеленый, чтобы люди приезжали к нам и любовались. Однако сотрудники городских служб не отчаиваются и продолжают работу. У нас уже имеется 24 новых вертикальных конструкций цветочных, которые также будут выставлены в Октябрьском районе, в частности у Дворца Торжества. А вот, на монументе славы у Доски Героев, также на монументе славы на горизонтальной поверхности со стороны Волжского проспекта, вот, и на других объектах. Вы заядлый садовод-любитель, под вашими окнами произрастают роскошные цветы. Звоните по телефону 202-11-22 и мы снимем передачу про ваше увлечение. С вами была Большая Чистка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова